День добрый, день добрый! Всем привет, друзья! И добро пожаловать в моё мини-путешествие! Боже, как я соскучилась за такой сменой обстановки! Мне этого действительно очень-очень не хватало. Да, я сегодня приехала в новый город. Название города, вы видите, за моей спиной. Это город Новый Двур Мазовецкий. Город небольшой, но город очень интересный. И если вы хотите вместе со мной погулять по этому городу, узнать этот город, насладиться природой этого города, то, конечно же, приглашаю. Но перед тем, как я начну своё путешествие, проверь обязательно, подписан ты или нет. Если нет, то подпишись, нажми на колокольчик и поддержите меня лайками. Также жду от вас комментариев, как вам этот город, понравился или нет, были вы тут или нет. Делитесь своими впечатлениями. Ну что ж, пошли гулять! Да, вы знаете, я сегодня приехала в очень маленький городок, небольшой городок. Население города всего лишь, вроде бы, 28 тысяч, даже 30 тысяч нет. Город небольшой, но город уникальный. Новый двор Мазовецкий. Знаете, ехать в этот город с Варшавы всего лишь 20 минут. 20 минут, ребят! Билет стоит 12 злотых, пока я не забыла. Но меня больше удивляет, что такое маленькое расстояние. Почему я сюда приехала? За этим тоже кроется своя история. История такая, что я очень часто проезжала на поезде через этот город и видела, что в этом городе есть. А в этом городе действительно что-то есть такое, вау! И мы к этому ещё вернёмся. Но ещё почему я приехала сюда? Потому что вчера я хотела, например, поехать в Варшаве на пляже Романтичнол, чтобы посидеть чуть-чуть около воды, около Висуэ. Но когда я проверила мой маршрут, сколько мне туда добираться, а мне из моего дома туда добираться час двадцать. Это в черте города Варшавы, это не за Варшавой. То есть час двадцать мне надо было ехать на этот пляж. Поэтому я сегодня приехала в этот город. Дорога у меня заняла 20 минут, плюс 10 минут до вокзала. И я тоже сегодня намереваюсь день провести около воды и около Висы. Потому что здесь она есть, и ещё какая, и не одна речка. Да, в этом тоже чуть позже. Так что, ребятки мои, я направляюсь в свою первую точку. А моя первая точка – это пляж. Идём сначала к воде. Вы знаете, я часто говорю, что в таких маленьких городках ну, сильно не увидишь разницу между большим городом и маленьким. Потому что маленький город тоже очень-очень ухоженный. Смотрите, какой парк. Там качели. Тишина. Чисто. Тут отдельные выведены тренажёры. Там туалет бесплатный. В парке бесплатный туалет, чтобы никто не обсыкивал деревья. Извините за такое выражение. Но у нас, к сожалению, с такими бесплатными туалетами в общественных местах проблема. Тренажёры. И тут же такой огромный… Ну, написано, что фонтан. И я понимаю, что это какой-то амфитеатр, типа, сделан. Вон там в кругу, наверное, должен работать фонтан. Но он ещё не работает. А тут уже стоит сцена. Наверное, будет какой-то праздник. То есть даже в таких маленьких городках есть куда пойти и есть чем заняться. Паран, 10 минут от вокзала, и я уже около воды. За моей спиной речка Нарва. Да, это не Висла. А дело в том, что в городе Новый Гурмазовецкий протекают две речки. И именно в этом городе мы можем посмотреть, где речка Нарва соединяется с Вислой. То есть она втекает в Вислу. Вот первая уникальность этого города. Я вообще намереваюсь сегодняшний день провести вот так, прогуливаясь около воды и наслаждаясь природой. Но в этом городе ещё есть очень-очень старая крепость. Именно эту крепость я видела много-много раз. Дело в том, что через этот город я проезжала тоже много раз на поезде. Была проездом, как бы мы проезжали эту станцию. И именно на поезде открывается очень-очень прекрасный вид на крепость. И нам видно то место, где речка Нарва соединяется с Вислой и втекает в Вислу. Поэтому эти места мы тоже обязательно увидим. Я надеюсь, что картинка будет открываться чудесная. Ну а сейчас, как я уже говорила, я на берегу речки Нарва. И вы знаете, и когда я искала информацию о этом городе, и её, к сожалению, немного, я бы даже сказала, что мало. Я никак не понимала, почему город называется Новый двор Мазовецкий, но всё вокруг связано с названием Модлин. Здесь находится аэропорт Модлин, Варшава-Модлин. Здесь же находится крепость, которую я вспоминала, она тоже называется Модлин. Здесь находятся кошары Модлин, кошары, то есть казармы Модлин. И как оказалось, что Модлин это село, которое находится на другой стороне речки Нарвы. Раньше это село было автономно, но в 1961 году это село Модлин присоединили к городу Новый двор Мазовецкий. Именно здесь, около центрального пляжа города Новый двор Мазовецкий, у меня первый привал. Просто чудесный. О, смотрите, уточки. Чудесная, чудесная природа, чудесная атмосфера. А главное, знаете что? Послушайте, какая тишина. Знаете, в Варшаве, вы бы куда ни пошли, на какой бы пляж ни отправились, не будет такого, что вокруг не души. Я просто балдею. Балдею. Следующая моя остановка будет добраться до крепости Модлин. Мне надо перейти на ту сторону. Я вижу вон там мост и крепость, к сожалению, не вижу. Но, чтобы добраться до крепости Модлин, нам надо перейти на другую сторону речки Нарвы. Но, насколько я знаю, самый лучший вид открывается именно на этой стороне. Поэтому передо мной дилемма. Что делать? Сначала отправиться в крепость и подумать, как же посмотреть на крепость с этой стороны, или же уже с этой стороны блуждать и найти эту крепость. Поэтому я чуть-чуть еще посижу, подумаю. Времени у меня предостаточно. Наслаждаюсь природой, наслаждаюсь уточками и теплой погодой. И увидимся, наверное, уже в следующей локации. Ребят, я уже почти час блуждаю. И я не могу понять, как мне выйти к этой крепости. Потому что Google меня ведет такими дорогами, которых просто не существует. Вот, например, мне надо идти прямо, но дороги нет. Также я уже три раза попадала в такую ситуацию, что была просто обгорожена эта частная территория. Но мне было написано, что идти прямо. Я уже перешла на другую сторону Нарвы. Я уже была на мосту через Вислу. Короче, я уже блуждаю. Я уже устала. Я думаю, ну его нафиг эту крепость. Пойду посижу около речки и просто сделаю себе такой пикник. Не знаю, что мне делать. Думаю, что последняя моя попытка в этот обход. Но не знаю, дойду я до крепости или нет. А это, кстати, Брама Остролецка. Я думаю, что это одна из построек, которая тоже принадлежала к крепости. На разных берегах речки и Висла, и Нинаров были еще такие постройки, которые входили в форт. И были как оборонительные здания через переправу, через Вислу. То есть они защищали берег. Не знаю, что мне делать. Знаете, здесь очень-очень много велосипедистов. И я вот так, брождая на своих двоих, все чаще и чаще задумываюсь над тем, чтобы купить себе велик. И я, кажется, нашла табличку. Ах, Бердина Модлин. Это нереально тяжело. Просто нету никакой навигации. Я не понимаю, куда идти. Я даже не знаю, где я выйду. Навигатор, как я уже вам говорила, к сожалению, не в помощь. А вот, наверное, вот эти пены. Которые были когда-то тоже крепости. Просто везде вот такие семейные велопрогулки. Мне завидно, что я не имею велика. Идем не знаю куда, куда-то идем. Наконец-то я нашла какие-то первые катакомбы. Там туннель. И я туда не пойду, потому что нельзя. Даже если ты хотела, чтобы не пошла. Неизвестно, что там ждет. Но надеюсь, что я на правильном пути. И я наконец-то выйду к крепости. Наконец-то я нашла хотя бы одну карту для туриста. И что? Теперь понятно, что и как, и как это все расположено. Вот этот берег как раз вверху. Вот это вот бывший Модлин. Деревня Модлин. Но этот район так и называется Модлин. Тут внизу это уже новый двор Мазовецкий. Основная моя идея была попасть в эту крепость. Но я сюда не нашла, как сюда добраться. Куч на своих двоих ногах. Я где-то там бродила-бродила. Перешла через мост. И сейчас я нахожусь вот здесь. Это Брама Остроладска. Брама. Сейчас я вам скажу, как правильно она называется. Остроладска. Брама Остроладска. Видите, вы как раз можете увидеть, как этот весь оборонительный комплекс раньше выглядел. Как оно все было связано между собой. Что ж, я сейчас на Браме Остроладской, на семеречке. Значит, я пойду вперед-вперед-вперед-вперед-вперед. И... Боже, как мне сюда попасть? Я, наверное, уже сегодня сюда не попаду. Не знаю. Давайте посмотрим. Ну, классно, что есть уже наочная картинка. Вот как раз видно оборонительную стену. Там Брама. И за моей спиной там мост. Через этот мост я проходила. Это было страшно, потому что я ходила внизу. Там, где железнодорожная. Но там, не переживайте, там есть специальный вход. Дорожка для пеших и для велосипедистов. Но это было мега-мега страшно. Я не знаю, как я назад пойду, через этот мост. Наверное, буду добираться общественным транспортом. Но это было страшно. И вы знаете, я поняла, что я вам все уже рассказываю про оборонительную вот эту систему. Что тут казармы, что тут стены, что тут оборонительная стена. Что это за крепость. Но я поняла, что я так вам и не рассказала, в принципе, что это за крепость. И что это за оборонительные сооружения. И для чего они были созданы. И до сих пор они, как вы видите, стоят. Если так коротко, то Твердца Модлин была построена в 19 веке. Но идея еще построить здесь крепость, и вообще уже началась постройка еще со времен Шведской войны. Именно шведы сначала построили здесь оборонительные сооружения. Но после проигрыша шведов, после проигрыша Шведской войны, крепость на этом месте была полностью-полностью разрушена. В 1774 году, после раздела Польши, власть территории этой принадлежала Российской империи. И именно под руководством Российской империи был разработан подальший план тоже построить здесь оборонительную крепость. Но в те времена идея так и осталась идеей, только она не была реализована. Был разработан план, но реализации так и не было. В 1806 году Наполеон приказал построить тут крепость для обеспечения переправы через виству и наров. Постройка крепости была реализована. И строили крепость где-то приблизительно 10-12 тысяч местных жителей, местных крестьян. То есть были брошены просто все силы на эту постройку крепости. Но после проигрыша французские войска тоже покинули эту территорию. Крепость была сильно разрушена и опять же вернулась власти Российской империи. Именно под руководством Николая I крепость была расширена, модернизирована, увеличилась территория, которой она занимала. И была построена еще дополнительная оборонительная линия крепости. Но, к сожалению, во время Первой мировой войны крепость, как ни странно, она очень быстро пала. Что-то там надо мной. Крепость очень быстро пала. Вы вообще слышите, какая тут тишина и как поют птицы? Я надеюсь, что вам это слышно. А этот весь путь я просто иду вот около казарм. И там еще не видно ни конца, ни края. Так вот, возвращаясь к истории крепости, что, к сожалению, во времена Первой мировой войны крепость очень быстро пала. Крепость не смогла защитить себя, можно так сказать. И она была очень разрушена и быстро перешла в руки немцев. После Первой мировой войны, после обретения Польши независимости, крепость использовалась польской армией. Ну а во время Второй мировой войны крепость защищала Варшаву. Проходя заборы, проходя крепостные, наверное, заборы, мы с вами дошли до крепости белой. Бежа, вернее, не до крепости, а до бежи белой, к башне белой. Вот. Классно, что есть такие таблички, и можно почитать и узнать историю. Если так коротко говорить, что есть еще башня красная, но я еще ее не видела, надеюсь, что я к ней дойду. Башня белая очень похожа на башню красную, но белую башню решили поштукатурить, да, из-за этого ее название белая. А красная, наверное, так остались такие кирпичи, как там. Внизу казармы были, кошары, а вверху башня. Но я еще прочитала очень интересный факт, что эти казармы считаются как самый длинный военный объект в Европе. Его длина 2 километра. Не мудренно, что я иду, 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 и никак не дойду до конца. Вместительность этих казарм в одно время могло тут жить 20 тысяч солдат. 20 тысяч, вы себе представляете? Сам город Новый Двур Мозовецкий, население этого города 28 тысяч, а тут в одних этих казармах 20 тысяч могло жить. Вау! Боже, ребята, я наконец-то дошла, я наконец-то дошла туда, куда я так долго шла. Посмотрите просто на эту картинку. Обалдеть! Как красиво! Хотела я снять красивый кадр, но тут оказывается обрыв, и у меня аж ноги подкашиваются. Но вот он, красивый кадр. Боже! Обалдеть! Просто обалдеть! Честно говоря, я думала, что вот это здание, это и есть основное здание оборонительной крепости. Но, как выяснилось, что это стихляш, то есть зернохранилище. И кроме хранилища под зерно, это был еще и склад для продуктов и для разной живности. Конечно же, кроме основных заданий, которые выполняло это здание, то есть склад, также это здание могло и выполнять функцию оборонительную. По низу берега, там за моей стеной обрыв, и именно то место, где речка Нарва впадает в вислу, но, к сожалению, из-за вот этой густой зелени не видно, и я вам тоже не могу показать. Но вот так по берегу-по берегу я дошла до последней локации этого оборонительного сооружения. Это Брама Червона, не Брама, я прошу, Важа Червона. Важа Червона. Я смотрю, что везде там есть входы, но везде табличка, что нельзя входить. Я туда тоже точно в хаще не буду проходить, и поэтому мне чуть-чуть жалко, что оно вот так все в хащах, а не расчищено, и действительно, они сделаны как туристическая локация. Ребят, я тут ходила-ходила и, наконец-то, нашла суперлокацию. Она находится наверху вежи Червона, и тут есть специальная сделана смотровая площадка. И то, что я говорила, что, к сожалению, не видно места, где речка Нарев впадает в вислу, а с этой точки как раз-таки это видно. Вот одна речушка Нарев, там в вислу. Вы знаете, всегда наблюдая такие сооружения, я задаю себе единственный вопрос. Как в то время можно было такое построить? 19 век, на берегу речки, речки непростой построить вот такое сооружение. И следующий вопрос, который я себе задаю, как туда попасть? Возможно ли вообще на ту сторону попасть? Потому что такое ощущение, что там все просто заброшено, и туда нету никаких путей, не ведут, только разве что может по Висле. Поэтому, если вы знаете, как туда попасть, обязательно напишите мне в комментариях, потому что ехать сюда недалеко, можно проехаться на выходных и погулять еще на той стороне. Я уже бродить не буду, уже Google-навигатор выключаю. Просто сижу, наслаждаюсь этим прекрасным видом, наслаждаюсь тением птиц. И, наверное, именно в этом месте я буду с вами прощаться. Спасибо, что этот день вы провели со мной. Спасибо, что прогулялись со мной, узнали, я думаю, как и я, много интересного. Посмотрели на просто, не передать словами, какую красоту. Спасибо вам за это, и увидимся уже в следующих видео. Пока-пока!